Кто в числе первых пройдет вакцинацию от коронавируса и будут ли доступны лекарства от COVID-19 всем дагестанцам? На эти и другие вопросы постарался ответить министр здравоохранения региона Джамалудин Гаджи Ибрагимов в ходе пресс-конференции. Впервые после вспышки вируса руководитель ведомства рассказал о пережитом медицинским сообществом в сложенном периоде. Министр признал, что был целый ряд проблем, и порой только храбрости и профессионализма врачей не хватало. Запасы лекарственных препаратов практически сразу в начале эпидемии были исчерпаны, а некоторых больных приходилось лечить прямо в коридоре. Министерство располагалось средствами, в том числе для приобретения лекарств, но в виду дефицита невозможно было их вовремя закупить. Сегодня же по итогам сделаны соответствующие выводы. Каждого нас коснулось, наверное, всей этой ситуации, и знайте о том, что нам приходилось действительно пациентов и в коридорах укладывать. Многие пациенты оставались и на амбулаторном лечении. На сегодняшний день, имея вот этот опыт, мы смогли создать запас лекарственных препаратов по 56 номинованиям, и в том числе часто, даже не зная о том, что назначено ли пациенту, есть ли показания к назначению. Очень часто любят говорить, вот вы знаете, вот у нас там родственник лежит, ему актембра нужна. И по данному препарату у нас созданы резервы на 71,7 миллионов рублей. Говорить о коллективном иммунитете в Дагестане пока рано, считает Джамалудин Гаджи Ибрагимов. Впрочем, если он и сформируется, то едва ли на продолжительный срок. Болезнь может проявиться снова и спасет в этом случае, по мнению Гаджи Ибрагимова, только вакцинация. Министр уже решил, что и сам в числе первых пройдет ее в начале октября. Пока в регионе всего 43 дозы вакцины. Прокомментировал министр также информацию о том, что в стране появились лекарства от коронавируса. И рассказал, возможно ли в регионе их выделение больным на льготной основе. Данный препарат по льготному лекарственному обеспечению, конечно же, он не входит. И поэтому единственное, вот я коллеге объяснял, вот говорил о том, что можно будет это сделать. То, что мы закупаем через наши стационары, ну, я имею в виду медицинской организации. И, конечно же, если действительно в этом будет необходимость, выйти с предложением через оперативный штаб о выделении средств на закупку данного препарата. Да, действительно, препарат стоит дорого. Продолжение следует...